Поле противника под угрозой. До финала совсем немного. За каждым столом задумчивые гримасы. И для игроков важно как можно быстрее завершить свой ход и нанести сокрушительный удар по армии соперника. В качестве эксперимента к всеобучу по шахматам подключают детей помладше. В детских садах старшая группа уже знает азы игры, названия фигур и их функции. Селиван Митяйкин сначала нашел шахматы у бабушки. Научился играть и только потом мама привела его в секцию. Самым сильным соперником считает папу. Остальных обыгрывает в два счета. Уже знает как поставить шах и мат. Если король вот здесь, только еще нужно несколько фигур. В школах шахматные кружки существуют уже два года. Обязательным предметом конечно не считается, но специалисты рекомендуют факультатив все же не пропускать. Шахматы развивают интеллект, логическое мышление и усидчивость. Это пригодится не только в математических науках, но и в жизни. Шахматы не только это умственная игра, она еще вырабатывает этикет. Перед тем, как начать играть друг с другом, они пожимают друг друг в руки. А закончив игру, независимо кто победил или кто, они обязаны тоже. Если кто победил, то побежденный должен обязательно поздравить с победой победителя за его хорошую игру. Родители таким изменением только рады. В некоторых семьях даже появилась традиция по вечерам играть в шахматы. Для детей полезно, потому что, во-первых, дает возможность развивать способности, о которых они, скорее всего, и не знают. Помогает и в жизни, я думаю, когда уже как взрослыми станут, им это очень будет полезно. Интерьер шахматного класса выдержан в единой стилистике. Со стены будущих гроссмейстеров подбадривают великие. А для разбора сложных комбинаций специальная магнитная доска. За время проведения всеобуча школы получили необходимое шахматное оборудование и учебные материалы. Если 11-12 учебный год у нас шахматами занимались дети порядка 5 тысяч человек и охват был чуть более 200 образовательных учреждений, то на 12-13 прошедший учебный год у нас 1080 учреждений в 5 раз больше. И более 38 тысяч детей, то есть в 8 раз больше, начали заниматься шахматами. Преподавателями стали школьные учителя, которые увлекались или имеют разряд по шахматам. С ними работали гроссмейстеры. Специально для всеобуча Федерация шахмат разработала программу «Методики обучения игре». Екатерина Лободина, Андрей Токарев. Главное новости.